Приветствую вас, я выскажу свою позицию с точки зрения психологии, да, вот. Значит, смотрите, по вашему описанию получается так, что вы, с одной стороны, достаточно тревожный человек, то есть вы испытываете определенные трудности, вы неспокойны, вы склонны нервничать, склонны напрягаться, склонны, возможно, себя как-то нервировать, да, вот. То есть подавлять и обесценивать свои чувства, которые у вас имеют место быть. Вот, и здесь, с одной стороны, нужно работать вот в этом направлении, да, то есть в направлении снижения уровня привозности, в направлении раскрытия ваших чувств, в направлении раскрытия ваших потребностей, может быть, в работе со страхами, вот, возможно, что-то еще, но это уже нуждается в корректировке. Вот. А с другой стороны, вы явно не уверены в себе, явно склонны стесняться, возможно, даже стыдиться чего-то. Ну, например, удовольствие сексуального, да, вот, то есть здесь ситуация, на мой взгляд, связана с родительскими запретами, вот. На интимную жизнь, возможно, были в детстве некие травмы, которые стали причиной того, что вы именно так воспринимаете секс, да, что тут у вас мысли об оргазме, именно мысли, желание получить удовольствие, но если вы об этом именно думаете, то, возможно, именно удовольствие для вас значит что-то больше, то есть это не просто физическая потребность, это потребность в некоторой степени духовно-психологическая, можно так выразиться. Вот. Вот. Здесь, соответственно, необходим анализ ваших детско-родительских отношений, где, в частности, будут раскрыты вот особенности глубинности вашего становления, как женщины, и отношения родителей к интимной жизни. Следующий важный момент это то, насколько вы доверяете своему молодому человеку, то, насколько вы раскрываетесь ему. то, насколько вы сами можете быть с ним естественной, вот, ну и можете ли быть естественной. Вот. То есть это, конечно, все нуждается в исследовании. И вот где-то там, на пересечении данных аспектов, кроется ваша проблема. То есть невозможность расслабиться, это так называемый родитель в комнате. То есть, ну, такое подразумительное чувство, что вы не одни находитесь. Либо сверх мотивация, либо недоверие к партнеру. Вот. Ну, здесь, еще раз повторю, нужно изучать, да, исследовать. Вот. Судя по тому, что вы написали, я сделаю предположение, что вы довольно много внимания уделяете. А сексу. И хотелось бы, знать почему. Почему? То есть и точка G у вас, то есть все вот это вам известно, вот, почему вас это так интересует? Возможно есть некая опять же чрезмерная заинтересованность в нем, я имею ввиду в сексе, что вас волнует получение или не получение удовольствия. А также я думаю, что можно порекомендовать какие-то еще, значит, действия именно в интимной жизни вашей непосредственно. Но для этого необходимо более подробно о вас узнать, может быть, более полно о вас узнать, вот. Если вы хотите разобраться в этой ситуации. Самое главное, что вам в любом случае нужно сделать, это говорить своему молодому человеку о том, что вы хотите, что вам нравится и так далее. Пожалуй, несколько таким отдельным пунктом будет идти то, что у женщины есть свой специальный особый сценарий. По которому она ведет себя в постели. И мне кажется, что было бы здорово, было бы прекрасно, если бы вы исследовали бы свое тело, пробовали бы что-то новое, для себя интересное. Что-то мне кажется, что именно в этом направлении вам нужно двигаться. Для того, чтобы лучше понять себя. Ну и соответственно, свои желания, свои чувства, потребности, а также, возможно, и блоки, которые у вас есть. Ну и вместо интимной жизни для вас я бы тоже поисследовал бы, потому что, чего уж дам скрывать, это весьма-весьма важный пласт в жизни любого человека. Но очень-очень нужно, чтобы он, этот пласт не занимал больше места, чем нужно, ну, чем необходимо. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Обратите внимание на то, что вы хотите именно выбросить, именно избавиться от этих мыслей. Вот, своих. А избавляться, в принципе, не нужно. Да? То есть нужно раскрыть, что за ними стоит, за этими мыслями конкретно. И тогда вы сможете понять, чего вы хотите, и поняв это, определив это для себя, вы уже сможете подкорректировать свое поведение так, чтобы быть максимально удовлетворенной, довольной и так далее. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр!